Дорогие друзья, нам нужна ваша помощь. Помогите распространить это видео. На нашем месте может оказаться каждый. Этот ролик появился в соцсетях. На протяжении четырех минут сотрудники строительной фирмы «Стройком» рассказывают, как руководство кинуло их с зарплатой. А все попытки получить свое проходят на повышенных тонах. Нам нечем кормить детей, оплачивать ипотеку и коммунальные счета, заявили, встретившись с нами, монтажники и сварщики «Стройкома». Поначалу все шло отлично. Работа на площадках Танека, хорошая зарплата в районе 70 тысяч, общежитие. Но с весны у фирмы начались трудности. Ну, приехала с нами, поговорили. Ребята, давайте вот трудности, там туда-сюда. Пожалуйста, трудности, трудности. Раз как-то их поняли, второй раз поняли, ну уже третий раз терпения не хватило у каждого семьи. Ну и все, и с того у нас начались проблемы. Мы уже окончательно сели. Сели, по сути, объявили за бастовку 9 человек. Приходили на рабочее место, но ничего не делали. Конфликт нарастал. Рабочие требовали деньги, руководство лишь разводило руками. Их нет, подвел генподрядчик, задержал оплату. Это не наши проблемы. Есть у него деньги, ему кто-то не дает деньги. Я не знаю, там, закладывай, продавай, почку свою продай, я не знаю. Но ты должен с рабочим рассчитаться, я правильно говорю? Итогом стало коллективное увольнение по собственному желанию в связи с невыплатой заработной платы. Заявления эти приняли, но подписывать не спешат. Саботажников решили наказать. Сейчас консультируется, возможно, будем по статьям увольнять, чтобы этим товарищам неповадно было. Не получат люди и свою привычную зарплату. Она состоит из двух частей – оклада в 11500 и солидной премии. Так вот, за отказ работать последний забастовщикам не видать. Почему я должен за эту премию еще заплатить, что ли? Какая премия? Пускай вот голый оклад получают, и все, и до свидания. И кроме того, вот за те ролики, которые они выложили в Ютубе, что они меня там мошенником обозвали, еще что-то, они получат обратку. Это будет судебное разбирательство, это раз. У нас фирма понесла из-за этого ущерб. Мы сотрудников сейчас не можем привлечь, потому что в Ютубе гуляет вот этот вот видеоролик. Вот. Упущенные выгода, клевета и все остальное. Теперь в этом конфликте на компромисс не хочет идти ни та, ни другая сторона. Обиженные сотрудники уже написали заявление в прокуратуру. Руководство готовит в их сторону ответный иск. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости НТР.